Евгений Михайлович Рачёв Рачёва с детства привлекали искусство и творчество. Он не только рисовал, но и писал стихи, и поэтому решил стать художником. Закончив учёбу, он не просто стал художником, а художником-иллюстратором. Так называют художников, которые создают рисунки книгам. Лучше всего у него получались книги о природе и животных. Главные герои его иллюстраций – животные. Причём животные с чертами характера, присущих людям. Рачёв изучал повадки животных, чтобы потом показать их в книгах. Он создал замечательные рисунки к произведениям Льва Толстого, Сергея Михалкова, Виталия Бианки. И, конечно же, к народным сказкам – русским, белорусским, украинским, венгерским. Его называли «Кудесником народной сказки». В рисунках Рачёва звери – необычные животные. Художник всех своих героев непременно наряжает. Они, как и люди, одеты в человеческие костюмы, ходят и сидят, спят. И даже поступки и характеры у них человеческие – добрые или злые, смелые или трусливые, умные или глупые. Евгений Михалыч хорошо узнал животных и их повадки. «Я очень люблю на животных смотреть», – говорил он. «Вы думаете, по морде козы или собаки не видно, в каком она настроении?» «Всё видно. Животные, как люди, и чувствуют, и думают. И глаза их тоже меняются. То весёлыми, то печальными становятся. Всё понять по глазам можно. Вот я смотрю и рисую. Весёлых зверей печальных, Сердитых и добрых, Сытых и голодных. Посмотрите на обложку «Книги жили-были». Уже на яркой обложке этой книги мы встречаемся с некоторыми её героями. Подняв лапу, читатели приветствуют кот, взобравшийся на плечи барана и козла. На нём красная косоворотка и лопаточки. В книге мы видим ворона, причудливо пёстрой скоморошей одежде и островерху колпаки. Он сидит на дубовом суку и играет во трубу. Трубу точёную, позолочёную, как говорится в присказке. Особенно удались художнику рисунки к сказке «Волк и семеро козлят». Мы видим момент, когда волку хитростью удалось проникнуть в дом козы. Мы вместе с козлятами как бы находимся внутри избы. В тот миг, когда вдруг дверь с треском раскрылась и в неё просунулась огромная волчья морда. Бедные маленькие козлята, увидев его, в рассыпную бросились кто куда. Один забился под лавку, другой со всех ног пустился на утёк, третий от неожиданности опрокинулся навзечь, четвёртый в панике сунулся головой в катку, пятый полез в печку, шестой мигом взлетел на палате и забился в уголок. А седьмой, самый неуклюжий, всё ещё карабкается на печку, срываясь и беспобочно суча в пустоте ногами. В сказке всё закончится хорошо. Волк будет наказан, а коза вернёт себе своих ребятушек, малых детушек. Давайте почитаем сказки вместе и посмотрим иллюстрации Евгения Михайловича Рачёва. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова